Привет всем! Меня зовут Аня. Вы на канале Аня Казет. И сегодня, как всегда, по традиции, 30 числа каждого месяца на моем канале выходит видео о пустых баночках. Это средства, которые закончились у нас в течение месяца. Уходовая косметика, декоративная, бытовая химия. В общем, все-все-все. В этих видео я вам подробно рассказываю, что нам понравилось, что не понравилось, что мы будем еще покупать. Что категорически не будем покупать и вам не советуем. Так что давайте скорее переходить к пустым баночкам, смотреть, что же у нас закончилось в этом месяце. Собираю я вот в такой вот мешочек. В этом месяце не очень много баночек, но думаю, что найдутся интересные такие образцы, так сказать, для вас, о которых есть что рассказать. Давайте начнем с более такого габаритного. Вот такой вот шампунь для всех типов волос от компании «Каждый день». Нет-нет, я не покупала этот шампунь для своих волос. Просто муж предложил, как альтернативу жидкому мылу, купить вот такой вот шампунь. Он стоит сущие копейки, по-моему, рублей 12 или 15. Гораздо дешевле, чем жидкое мыло. Состав у него такой же, как у жидкого мыла. И поэтому мы решили так ради эксперимента купить и использовать его как жидкое мыло, просто для рук. Переливаю в дозатор и моем руки. Что хочу сказать. Это вообще наиужаснейшее, наверное, какое средство, которое я вообще когда-либо видела. Конечно же, мыть голову я никогда не осмелюсь этим шампунем и вам тоже не рекомендую. Жидкий, как вода. Единственное, что красивый у него, ярко-синий цвет. Аромат у него, здесь написано «Морская свежесть». Ну, только вот, знаете, как запах, как у мужских шампуней у него был. В общем, ужасное средство. Даже как жидкое мыло для рук, оно не совсем годится, потому что оно очень жидкое, просто как вода. Так что, не рекомендую это средство, хоть и копейки, но вообще, тем более для волос. Не вздумайте даже мыть себе голову. Так, далее. Закончился у меня вот такой вот гель для душа «Палмолив». Естественное увлажнение, олива и увлажняющее молочко. Гель-крем для душа. Вот такой вот гель. Очень он мне понравился. Он такой густой, ароматный, прикольный, хорошо пенится. В общем, одни сплошные плюсы. Запах вообще просто волшебный. Мне очень нравится этот гель для душа. Я его вам могу рекомендовать смело. Так, далее. Закончился вот такой детский шампунь, кондиционер от «Эйван». Детям очень нравится. Красивая такая упаковочка. Хорошо вымывается, никаких нареканий на него нет. Аромат у него, как у мужских шампуней. В общем-то, по густоте тоже он хороший. Хватило нам очень надолго. Двое детей им купаются. И нам нравится хороший шампунь. По цене не знаю, сколько он стоит. Это нам дарили. Так, далее. Покажу сразу две бутылочки, чтобы было нагляднее. нагляднее. Вот такие вот два средства. Шампунь и бальзамополаскиватель для волос от компании «100 рецептов красоты». Кто на меня подписан, видел, на моем канале недавно вышло видео обзор вот этих средств. В этом видео я подробно рассказываю об этих средствах. Здесь скажу, что они мне очень понравились. Раньше я не доверяла. Вернее, не хотела, наверное, доверять этой марке. Но сейчас я убедилась, что они выпускают очень даже хорошее средство. Пользуюсь сейчас кремом для лица от этой фирмы. И вот эти шампуни и бальзам мне тоже очень понравились. Пиво и хмель. Бальзам еще не совсем закончился. Тут осталось буквально на донышке. Но я все равно вам решила показать. так как эта парочка мне очень нравится. Я вам рекомендую хороший шампунь. Единственный минус шампунь не жидковат, на мой взгляд. А так, в принципе, мне очень нравится. Вымывается, промывает волосы хорошо. И бальзам тоже отлично справляется. Итак, что у нас тут еще из баночек осталось? Жидкая для снятия лака. Вот такая вот самая обычная. Lafresh без ацетона покупала, по-моему, я его не помню, где я покупала. В Ашане, наверное, скорее всего. Я всегда покупаю такие наиболее дешевые средства для снятия лака. Мне оно понравилось. Хватило мне его надолго. Хорошо стирает. В общем, одни плюсы. Так, теперь остались у меня тут пакетики. Вот такой вот. Даже такой у меня есть пустая баночка. Платочки бумажные от компании Каждый день. Хорошие платочки стоят, по-моему, 3 или 5 рублей. Не помню. Что-то вообще копейки. Так, далее. Также от компании Каждый день хозяйственное мыло. Не очень оно. все-таки классическое хозяйственное мыло намного лучше, чем вот такое вот от компании Каждый день. Не знаю, буду ли я еще его покупать, но вряд ли, наверное. Мне очень оно не понравилось. Так, дальше. Уже не первый раз показываю вам такие патчи для глаз. Практически каждый месяц они у меня в пустых баночках. Мне они нравятся. Многие их ругают, не понимают. Меня они вполне устраивают. Здесь вот такая вот удобная застежечка, которая герметично закрывает пакетик. Храню эти патчи в холодильнике обязательно. И потом холодненькие прикладываю под глаза. Освежают кожу. Снимают какой-то легкий отек по утрам под глазами. И может быть даже при регулярном использовании убираю темные круги под глазами. Так что я покупала и буду покупать эти патчи. Они довольно-таки бюджетные. В Ашане у них цена колеблется от 87 до грубо говоря до 100 рублей. Поэтому покупаю по возможности. Часто на них бывают акции еще. Так далее. Вот такая маска Вилента 7 дней. Это маски недельки. Я много уже о них рассказывала. Снимала отдельные видео. Данная маска это Бодрый понедельник. Маска для лица после длительного рабочего дня с ивой и какао-бабами. очищает, увлажняет, освежает и сужает поры. Но вот эта маска я и пробовала не всю серию, практически всю. Она мне не очень понравилась. Единственное, я увидела увлажнение и легкое такое сужение пор, незначительное. маски. в принципе, маска нормальная. Побаловаться почему бы и нет. Может быть, при регулярной основе она будет показывать лучший результат. Ну, единоразово я ее пробовала и она мне понравилась где-то процентов только на 70. я вам оставлю ссылочки на видео, в которых я тестирую данные маски из данной серии. Кому интересно, переходите, смотрите. Но, может, вам будет интересно. Так. И еще одна маска для волос. Для всех типов волос. Репейная против выпадения с какао и яичным желтком от компании Фитокосметик. Тоже, по-моему, у меня есть отдельное видео или во влоге я показывала, уже не помню. Если найду ссылочку, я вам оставлю ссылку на видео об этой маске. Маска мне очень понравилась. Она бюджетная. Покупаю я всегда данные маски и вот эти, и вот эти в Ашане. Там тоже часто на ней бывают акции, хорошие цены. А вот это, по-моему, стоило рублей 35, если я не ошибаюсь. За такую цену очень даже хороший результат. Волосы ухоженные, мягкие, гладкие, в общем, блестят. Мне она понравилась и вам я рекомендую тоже попробовать. И повторюсь, что я пробовала ее единоразово, она мне понравилась, а на регулярной основе будет просто вау-эффект от этой маски. Так что покупайте, пробуйте, пользуйтесь. Все, пустые баночки у меня закончились за сентябрь месяц. Это выбрасываю, буду копить теперь новые. Пишите в свои комментарии, какие средства из этих вы пробовали, какие вам понравились, какие нет, какие бы хотели попробовать. Вообще, пишите, нравится ли вам такая рубрика, интересно ли вам смотреть пустые баночки. и не забывайте делиться этим видео в социальных сетях, также подпишитесь на мой канал, если вы впервые зашли ко мне в гости и нажмите обязательно на колокольчик, чтобы не пропускать мои новые видео. А я вам напоминаю, что 30 числа каждого месяца выходит видео о пустых баночках, так что не пропускайте, смотрите меня, комментируйте. В общем, благодарю всех за просмотр, всем удачи, пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok